До 9 мая дня Великой Победы остается 71 день с каждым годом. Число воинов, которые сражались с врагом за мирное небо, становится все меньше. И помнят, к сожалению, не всех героев. Один из таких – Арын Махомов, который прошел две войны. Он служил в рядах снайперского батальона. Дочь Дамиля Нуриманова решила восстановить память о нем. Дамиля Нуриманова с особой скорбью вспоминает своего отца Арына Махомова. Отец был воином-героем, который прошел две войны. Фронтовик родился в 1908 году в Байнаульском районе. В 1935 году в возрасте 27 лет призван в советскую армию в ряды полка города Улан-Удэ. Участвовал в советско-финской войне, а затем и в Великой Отечественной. После окончания финской войны отец вернулся в деревню и работал скотником. Затем его снова призвали в армию. Там он получил травму и его отправили на Третий украинский фронт. За отвагу награжден орденом Красной звезды. Фронтовик совершенств и владел оружием. Вместе со служивцами дошел до Чехословакии, Болгарии и Австрии. Во время Великой Отечественной войны получил травму лопатки. Он был общительный, всегда поддерживал отношения с близкими и знакомыми. Но, несмотря на его светлый характер и хорошее настроение, он не любил говорить о войне. Арына Махомова наградили орденом Красной звезды, орденом славы Третьей степени, а также медалью Жукова. Кроме того, имеются орден Отечественной войны Первой степени и другие медали. В 2003 году умер в возрасте 95 лет. У него одна дочь, пять внуков и шесть правнуков. Дочь хотела бы, чтобы имя её отца-героя было вписано в мемориальную доску на родной земле. «Я бы хотела, чтобы не только наша семья знала о подвигах отца. Он достоин того, чтобы его имя было написано на мемориальной доске». Он участвовал в Великой Отечественной войне, получил ранения. Это не должно быть забыто. Подвиг Арына Махомова, который как мог приближал День Победы, никогда не будет забыт. Его героизм навсегда останется в памяти. Мы помним каждого.